доброе утро начинаю эфир свой и тема сегодняшние донорские яйцеклетки или донорские ооциты я хочу рассказать о том вообще как мы выбираем доноров какие доноры существуют в целом в любой клинике то есть в зависимости от того куда вы обратились какую клинику как доноров выбирают потому что для многих пациентов которые нуждаются в донорских яйцеклетках этой ситуации совершенно непонятно куда идти что делать какие клетки лучше и в целом давайте начнем с того кому пока показано донорство яйцеклеток донорство яйцеклеток эта программа когда мы в ко берем яйцеклетки донора это женщина чаще всего молодая до 30-35 лет оплодотворяем эти клетки спермой супруга той семейной пары которая обратилась к нам и эмбрионы готовые мы переносим уже той женщине которая к нам обратилась как пациентка или как заказчик если мы можем так сказать показания к донорству это отсутствие собственного резерва яичников когда женщина ввиду либо возраста либо истощение яичников приходит к нам и мы не видим фолликулов мы не видим яйцеклеток при очень низком амг когда амг ниже чем 0 2 0 1 вторая второе показание когда у женщины есть яйцеклетки но качество яйцеклеток очень низкая такая ситуация случается когда мы получаем достаточное количество ооцитов оплодотворяем но не получаем эмбрионов и такая ситуация может повторяться из программы в программу в этом случае мы рекомендуем тоже донацию ооцитов при генетическом синдроме то есть когда у женщины есть какая-то генетическая патология которая к сожалению не дает возможности яйцеклеткам нормально оплодотворяться и нормально делиться в итоге да наверное какие-то безуспешные программы и к которой пациентка прошла допустим неоднократно бывает 5 6 7 программы по когда получали какое-то количество ооцитов собственных но даже получали эмбрионы то есть я сейчас говорю о той ситуации когда был материал для переноса переносили эмбрионы но к сожалению беременности так и не наступили это тоже показания к донации ооцитов большая часть пациентов которые к нам обращаются за донорскими клетками это все-таки женщины возрастные это женщины 40 плюс физиологически я уже неоднократно говорила что с возрастом у нас с вами количество и качество яйцеклеток снижается это нормально так происходит у всех женщин поэтому конечно мы ожидаем что пришла пациентка ей 40 там 3 44 45 лет то резерв уже будет очень низким качество будет клеток тоже низким плохим поэтому это основная группа женщин которые нуждаются в донорских яйцеклетках есть те пациентки которых уже есть собственные дети до рожденных более молодого возрасте есть те у которых нет деток либо поздно вышли замуж либо но не получалось какой-то долгий период времени родить ребенка поэтому это наверное около 80 процентов пациенток запроса на клетке есть пациентки молодые те которые безусловно хотели бы родить собственными ооцитами но не получается потому что я перечислил при причины это истыщение яичников которое произошло по какой-то причине не всегда нам известны либо генетические синдромы какие-то доноры яйцеклеток они делятся на вообще две большие группы то есть есть две большие группы доноров первое это доноры яйцеклеток женщины которые к нам приходят это и дают нам свежие яйцеклетки или мы так можем сказать свежие доноры да это бывает персональное донорство то есть сестра сноха приходит дочь иногда приходит к нам то есть если это второй брак и нынешний муж женщина не является отцом генетическим дочери и либо это донор персональный но так скажем коммерческий то есть женщина находит молодую девушку которая хотела бы так скажем помочь плюс заработать денег и мы эту женщину стимулируем это тоже персональное донорство вторая группа донорских яйцеклеток это клетки замороженные те которые хранятся в банке замороженных полцитов или в хранилище в нашем да то есть это так скажем анонимные доноры которые пришли в клинику мы простимулировали их получили яйцеклетки заморозили положили положили в банк донорских ооцитов эти клетки ждут пока ими воспользуется та или иная женщина или тот или иной заказчик анонимные доноры есть безусловно анкеты доноров которые хранятся тоже в клинике которые можно посмотреть в анкетах есть фотографии есть описание есть а там ну как анамы с женщины то есть какое количество у нее детей есть и рожала ли она не рожала ли она предыдущие в смысле в своей жизни если у нее дети либо детей нету и эти клетки как правило мы делим на несколько программ и ход то есть допустим мы получаем большое количество ооцитов мы можем получить допустим 25 35 яйцеклеток естественно такое количество клеток допустим одной женщине ну не нужно и мы эти клетки можем поделить там по 5 по 10 по 15 если необходимо на нескольких пациентов так строится анонимное донорство так строится банк донорских ооцитов и как правило когда пациент к нам приходит и говорит что я не буду искать донора свежего то есть у меня нет родственников нет возможности нет времени находить персонального донора в этом случае мы рекомендуем взять минимально от 6 до 8 яйцеклеток в банке донорских ооцитов для того чтобы провести одну программу и к всегда пациенты спрашивают зачем вы просите взять 6 8 клеток что такая что за цифра такая 68 статистически доказано что для одной программы и к неважно там с донорскими яйцеклетками собственными яйцеклетками чтобы получить хотя бы один здоровый эмбрион который ну возможно даст беременность дает не сто процентов но все-таки шанс достаточно высокий около 50 55 процентов нужно нужно получить или нужно взять от 6 до 8 яйцеклеток ни одну не две потому что пациентов многих складывается ложное впечатление о том что если они возьмут одну яйцеклетку оплодотворят ее одним сперматозоидом они обязательно получат эмбрион который мы подсадим и в итоге мы получим беременность нет конечно яйцеклетки они имеют свойства частично не оплодотворяться не делиться если эмбрион образовался может допустим на каком-то этапе прекратить свое деление то есть так скажем замереть и перестать развиваться эмбрион может быть плохого качества хорошего и так далее то есть вариации они возможны пациенты как правило спрашивают вопрос задают вопрос как вы проверяете донора вы гарантируете что донорские яйцеклетки дадут нам сто процентов результат нет конечно мы не гарантируем не можем ничего гарантировать потому что донор это такая же женщина которая приходит к нам неважно это донор анонимный и она просто сдает яйцеклетки для клиники для банка до донорских отсеков или это персональный донор это такая же женщина единство что да есть основное отличие у этой женщины нет проблем с зачатием она не бесплодна она здоровая у нее допустим есть дети или хотя бы один ребенок и априори это говорит о том что вероятно ее клетки все таки сильные и они скорее всего дадут беременности той женщине которая в этом заинтересована но донорские яйцеклетки клиника не производит то есть она их не штампуют это не завод который делает какие-то супер навороченные яйцеклетки которые обязательно оплодотворяться обязательно дадут вам беременность нет конечно доноры тоже разные средний портрет донора эта женщина примерно 25-32-33 лет у которой есть дети у которой нет проблем с наступлением беременности у которых у которых не было каких-то серьезных гинекологических операций по удалению там аночных труб или гисты вичников так далее у которой нет гинекологической патологии типа эндометриоза миомы гидросальпинсов и так далее которая имеет хороший авариальный резерв безусловно то есть донор должен иметь достаточно хороший резерв вичников и золотым золотым стандартом то есть или минимальным количеством клеток которые мы планируем получить от донора яйцеклеток это от 15 и выше 15 20 25 но бывает больше мы получаем зависимости от того какой резерв поэтому доноры тоже отбираются основные требования я вам сейчас перечислила да то есть это физически физически гинекологически здоровая женщина молодая женщина по приказу до 35 лет желательно чтобы донор был моложе 30 с хорошим резервом мычников который есть ребенок наличие ребенка у донора но не обязательно по приказу министерства здравоохранения но желательно для пациентов которые берут донора то есть как как заказчики они просят найти донора который более перспективен потому что если женщина родила ребенка и у нее это произошло в принципе без каких-то препятствий то вероятно все-таки ее клетки достаточно фертильные она родит в смысле и она даст хорошего качества яйцеклетки от которых родятся в итоге потом дети это основные требования в принципе ничего такого сложного нет и если задаться целью то донора найти достаточно несложно другие моменты которые пациентам интересны всегда да да то есть это какая-то генетика это какие-то там заболевания наследственные и так далее все что мы можем сделать мы можем проверить кариотип у донора кариотип наверное многие вы знаете это хромосомный набор человека хромосомы это такие как тельца икс-образные тельца которые содержат внутри гены то есть ту всю генетику которую мы с вами наследуем от наших предков от нашего рода и мы можем проверить кариотип то есть мы можем взять кровь из вены и проверить какое количество хромосом у нее в кариотип должно быть 46 хромосом кариотип должен быть 46 xx это обязательное исследование для донора которое проводится всем донором без исключения даже если у нее есть дети даже если это ваша родственница даже если это ваша сестра дочь или кто угодно то есть касательно доноров это обязательное исследование которое мы проводим в плане определения генетики в плане определения каких-то наследственных заболеваний которые могут быть у человека, то есть предрасположенность к каким-то физическим заболеваниям, физиологическим, психическим заболеваниям, допустим, склонности к каким-то определенным вредным привычкам или еще к чему-то, мы определить не можем, потому что это сделать просто физически невозможно. Есть тесты на моногенные заболевания, которые проводятся, правда не у нас, в Казахстане этих тестов нет. И можно взять кровь и отправить, допустим, я знаю, что лаборатории, которые исследуют моногенные заболевания, есть в Москве, по крайней мере были. Как сейчас обстоит эта ситуация, неизвестно, но дело в том, что это обследование достаточно дорогое и позволит сделать это клинике каждому донору мы не можем. Пациенты тоже, это делается только по запросу пациентам. Допустим, у меня пришла вчера пара на прием, женщина является носителем синдрома Дюшена, дистрофии Дюшена, которая проявляется тем, что ребенок рождается и болеют в основном мальчики, по-моему, или только мальчики, если не ошибаюсь. Ребенок рождается и постепенно происходит дистрофия мышц, при том начинается это все, по-моему, с нижних конечностей, и, к сожалению, заканчивается эта дыхательная мускулатура, и человек в итоге погибает. Дети такие живут не так долго, они могут прожить несколько лет, по-моему, максимум до 10-12 лет, и потом, к сожалению, все равно эти дети погибнут. И на самом деле это тяжелая ситуация в семье, потому что родители понимают, что ребенок болеет, но понимают, что сделать ничего не смогут, но все равно в итоге в какой-то момент погибнет этот ребенок. И так случилось, что в семье мать взрослая, она носительница этого синдрома Дюшена, у нее родилось четверо детей, дети, значит, два мальчика, две девочки, два мальчика погибают в итоге в семье, это трагедия большая, и две девочки носительницы синдрома Дюшена. У одной девочки семья, родилась еще одна девочка, то есть уже внучка вот этой бабушки, которая носительница, у девочки, у внучки, она отстает в развитии психическом и физическом, к сожалению, и девочка тоже носитель синдрома Дюшена, видите, да, как поколения передают вот эту генетику. И молодая семья обратилась ко мне вчера и сказала, ну, в смысле, они с тем вопросом, что можно ли что-то сделать как-то, откорректировать генетику, откорректировать генетику не получится, к сожалению, и есть очень большие риски, что у этой женщины молодой будут рождаться все дети, либо носители, либо погибать, да, мальчики. Естественно, они этого не хотят. И вчера был задан вопрос, что делать, я сказала, безусловно, есть один выход, это донорство яйцеклеток, потому что есть генетическое заболевание, которое опасно для жизни будущих детей. Мы решили, что мы будем брать донора, донор будет персонально, они будут искать донора, который будет давать яйцеклетки, мы будем замораживать эмбрионы для них, и потом уже подсаживать этой женщине. Естественно, у мужа возник вопрос, а как я проверю, что донор не носитель синдрома Дюшена? Потому что, ну, он говорит, вот жена же моя так получилась, что она носительница, говорит, я же этого не знал, как вы можете мне обеспечить какую-то определенную безопасность в плане генетики. Я только в этом случае сказала, вы можете взять у донора кровь, отправить ее в лабораторию генетическую, генетики проверят на носительство гена Дюшена, и в итоге скажут, либо есть, либо нет. Но, скорее всего, не будет, потому что процент носительства, он крайне-крайне низкий на самом деле. Вот такая история, просто это вкратце рассказываю, какие бывают ситуации, когда мы молодой семейной паре, казалось бы, они здоровые, она сама женщина, которая обратилась ко мне, она не бесплодная, у нее нет никаких проблем с зачатием, но в итоге они, к сожалению, вынуждены обратиться и взять донорские яйцеклетки. Значит, как происходит выбор донора? То есть пациенты пришли в клинику, мы там определили, что нужно взять донора, и что дальше, да, вот какие дальше шаги, что делать. Значит, мы должны, естественно, определиться, какой это будет донор. Как я сказала, это будет персональный донор, то есть женщина, которую вы найдете, нашли или будете искать для вас лично, которую мы будем стимулировать, получать от нее яйцеклетки, забирать, оплодотворять. Либо это будет банк донорских хоцитов, клетки готовые, замороженные, которые хранятся у нас в клинике. Но немножко проще, когда мы имеем донорские яйцеклетки готовые, потому что их не надо получать, они уже есть, и вы можете их взять в любой момент и использовать. Информация по донорам хранится у нас в клинике. Есть анкеты доноров, я еще раз повторяю, в которых есть фотографии, то есть это современные фотографии, то есть это фотографии, которые женщина приносит, когда вступает в программу донорства яйцеклеток. Есть фотографии детей. Мы всегда просим, чтобы были фотографии детей, потому что, ну, все-таки, наверное, важно понимать, во-первых, что есть ребенок у этой женщины, и чтобы пациент видел, что есть ребенок. Второе, ну, как выглядит ребенок, наверное, отчасти тоже очень важно. То есть важно многим пациентам, чтобы донор был хоть как-то немножечко схож с заказчицей, да, то есть, допустим, чтобы она тоже была там светлая, там голубоглазая, или там кореглазая, или блондинка, или брюнетка, или там, допустим, наоборот, более смуглая девочка и так далее. Поэтому в доноры внешность свою не скрывают. Все анкетные данные, они описаны. Рост, вес, цвет глаз, цвет волос, национальность. Бывает очень много метисов, когда они смешаны, то есть там разные национальности намешаны. Образование какое у донора, количество детей, замужем она, не замужем, и так далее, и так далее. То есть основная информация, которая необходима для заказчиков, она, безусловно, в анкете есть. Если что-то, чего-то не хватает, вы хотели бы узнать, можно спросить, и я думаю, что наши менеджера, которые помогают выбрать клетки, они могут узнать какую-то дополнительную информацию, если она, ну, там, не какая-то суперсложная по поводу генетики, каких-то наследственных заболеваний. Потому что многие люди, понимаете, они не знают вообще на самом деле, есть ли у них наследственные заболевания или нет. Вот вы сейчас спросите у своей там мамы, подруги, там, я не знаю, да кого угодно, слушай, а у тебя в роду есть вот предрасположенность к чему-нибудь, там, я не знаю, да к любому заболеванию, да к той же онкологии, там, или к тем же респираторным заболеваниям, или к психическим заболеваниям. Люди об этом узнают, когда какой-нибудь родственник начинает болеть, понимаете. Вот вдруг у родственника случается, не знаю, не дай бог, какое-нибудь, какое-нибудь психическое заболевание, да, деменция, шизофрения, и тут начинают копать, да, о, оказывается, да, где-то там в пятом поколении какой-то там дедушка или бабушка, оказывается, были тоже болели, но просто никто этому не придал особо у кого-то значения, как-то вот были старенькие, умерли, и никто этого не обследовал. Поэтому на самом деле про наследственность мы очень мало знаем, правда. Есть генетический тест, это все можно исследовать. Но я вам хочу, я читала одну статью как-то и задавали вопрос людям, у которых, вот, ну, в семье были какие-то заболевания, да, генетические, которые могли передаваться. И у них спросили, а вот вы бы хотели знать, заболеете вы или не заболеете этим заболеванием? Я вам скажу, что большая часть респондентов ответили, что они бы не хотели знать. И их тоже, наверное, можно понять, потому что человек, который живет в страхе того, что у него когда-нибудь возникнет заболевание, от которого нет методов лечения вообще никаких, то есть он будет прогрессировать, и человек в итоге, ну, либо умрет, либо станет глубоким инвалидом. Люди не хотят об этом знать, да, потому что, ну, это на самом деле психологически тяжелый груз, который мы вынуждены нести, вынуждены в итоге понимать, что когда-нибудь, чем-нибудь, возможно, человек тот или иной может заболеть. Поэтому по поводу какой-то такой глубокой генетики, конечно, это все очень сложно. Здесь надо понимать, что у ряда пациентов, есть определенные какие-то требования и претензии, ну, я не в смысле в претензии, в плохом смысле слова говорю, в хорошем смысле, что мне нужна там такая, 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 ну, целый список требований к донору выводится. В этом случае я говорю, слушайте, нужно искать самостоятельно и желательно среди родственников, которых вы знаете, уговаривать, говорить, что вот нужны клетки, мы хотим только какие-то там родственные клетки и той женщины, которую я знаю, допустим, да, и мне не нужны клетки какой-то женщины, которую я вообще ни разу не видела и не знаю, да. Поэтому здесь надо понимать, что чем больше требований, тем больше будет поисков, и тем дольше вы будете искать этого донора. Чем меньше требований, тем быстрее вы найдете донора. В среднем женщины, которые приходят к нам на донорские программы, неважно, это персональное донорство или это анонимное донорство. Это обычные девочки, которые, ну, хотели бы, так скажем, немного подзаработать денег, вот они приходят, и они понимают, что они помогут другим людям. У них нет никаких крамольных мыслей, у них нет никаких, там, я не знаю, мыслей о том, что вот, как у меня, знаете, пациенты говорят некоторые, что эти женщины, они какие-то вот психически ненормальные, ну, в смысле, это психика ненормальная человека, раз она своими клетками разбрасывается. Нормальная психика у человека. Во-первых, у меня есть женщины, которые хотят помочь. У меня девочка недавно пришла, молодая, и 22 года, и она говорит, вы знаете, я не ради денег прихожу. Я говорю, а зачем? Она говорит, а я вот понимаю, что я кому-то могу помочь. И у человека сознательного, молодого человека уже высокая сознательность, которую он может реализовать и вот хоть как-то помочь людям. Вот так, и такие все истории тоже бывают. Поэтому нет у них крамольных мыслей, они не неадекватные женщины, они обычные девчонки молодые, у некоторых просто, у большинства, конечно, есть финансовые затруднения, просто нужны деньги. Вот и все. Вот весь ответ на вопрос, зачем они к нам приходят. Никаких там странных женщин к нам не приходит. По поводу поиска донора персонального, то есть тот человек, который вам нужен, допустим, вы не нашли в банке донорских яйцеклеток те клетки, которые вам нужны, и вы хотите получить побольше клеток и оплодотворить именно свежие яйцеклетки. Я потом объясню, почему свежие клетки лучше, чем замороженные. И получить побольше эмбрионов для себя. В этом случае есть персональные доноры, которых я уже сказала, вы либо вы ищите самостоятельно, то есть вы ищите среди своих родственников, знакомых, друзей, либо есть люди, которые могут найти этих доноров. Есть агентства, которые нам помогают. Второй вопрос всегда возникает, что за агентства, что за люди, чем они занимаются, вообще не аферисты ли они. Это не врачи, это люди, которые просто помогают. То есть они находят вам донора, они приводят ее на прием, они контролируют ее анализы, то есть обследуют ее по нашим рекомендациям. Они контролируют прием препаратов, они контролируют прием у врача, если надо, они приводят ее сами, привозят ее сами на прием и доводят донора до пункции. Естественно, вы за это платите деньги, это не бесплатная история, и люди бы просто так не работали, не делали бы это. Но это снимает огромную часть ответственности и забот о доноре с пациента, поэтому это очень удобно. Особенно удобно, когда пациент находится в другом городе, неважно, мы в Алмате, а он в Актау, в Атерау, в Петропавловске, в Семипалатинске, и пациентка не может находиться в 2-3 месяца в Алмате, чтобы этого донора контролировать. И она говорит, да, хорошо, я согласна, найдите донора, только сделайте так, чтобы мы получили нормальные яйцеклетки. В этом случае мы работаем с агентами. Агенты точно так же абсолютно адекватные люди, которые приходят, они понимают меру ответственности, они контролируют, и если возникает какой-то форс-мажор, они максимально пытаются его либо помочь, либо организовать какие-то мероприятия, чтобы нормализовать ситуацию, либо поменять, не знаю, там донора или суррогатную маму в том числе. Поэтому с ними работать просто проще, быстрее, и меньше вот этих вот проблем, когда бегает пациентка, бегает донор, все чего-то там обследуют, чего-то покупают, не всем всегда удобно встречаться в одно и то же время, когда просят доктор и так далее. Поэтому с агентствами можно работать. По поводу клеток. Значит, клетки мы используем, я уже сказала, основные два вида клеток, это клетки замороженные, которые хранятся в банке донорских хоцитов, и клетки свежие, которые мы получаем от персонального донора. Есть ли отличия? Потому что, ну, где-то могут сказать, что отличий нет, где-то могут сказать, что отличия есть. Есть на самом деле отличия. Значит, когда мы используем клетки свежие, процент наступления беременности выше, чем когда мы используем клетки замороженные. Я объясню, почему. Яйцеклетка – это самая капризная биологическая клетка в плане заморозки, разморозки, оплодотворения и так далее. Не всегда эмбриологи могут знать, какого качества клетки будут после разморозки. Мы иногда морозим отличного качества ооциты яйцеклетки, размораживаем их, и, к сожалению, качество их снижается. Как у самих женщин, так и у доноров. Это не надо думать, что это конкретно касается только доноров или только пациенток. Нет, мы же у пациенток тоже замораживаем яйцеклетки. Иногда мы что заморозили, то и разморозили по качеству. То есть заморозили хорошего качества клетки и разморозили хорошего качества клетки. Иногда заморозили качество, хороший яйцеклеток было, разморозили, качество стало ужасным. У меня была одна такая пациентка, Катя, она сейчас беременная. Я как-то про неё рассказывала. Мы, значит, первая программа, она поликистозная девочка, мы идём в стимуляции, получаем яйцеклетки, и по какой-то причине мы их не оплодотворили. По-моему, муж заболел ковидом или что-то случилось, я не помню точно, не буду мрать. Я говорю, Кать, не переживай, мы сейчас клетки заморозим, ты придёшь через месяц, мы разморозим, оплодотворим и будем подсаживать. Мы размораживаем через месяц яйцеклетки, эмбриология звонит и говорит, Валерия Анатольевна, у них криотолерантность очень низкая, то есть устойчивость к заморозке у яйцеклеток очень низкая, и, к сожалению, большинство клеток ухудшились в качестве, и мы их оплодотворили, но, скорее всего, хорошего прогноза здесь не будет. Действительно, мы получили два очень слабых эмбриона, которые мы перенесли, она не забеременела. При этом сноска была такая, эмбриологов, они сказали, пожалуйста, в следующий раз свежие клетки оплодотворяйте, их ни в коем случае нельзя замораживать. В следующий раз мы пошли уже по квоте, мы получили тоже большое количество клеток оплодотворили, и получили 15 эмбрионов у нее, хорошего качества, сделали перенос, и она забеременела. Вот такая история с нарушенной криотолерантностью клетки. Проверить криотолерантность клетки невозможно. Проверить криотолерантность спермы возможно. Взять ее тестово заморозить и разморозить, потому что спермы много. А проверить криотолерантность яйцеклетки невозможно, потому что клеток мало, и мы с ними работаем с тем, что есть. Поэтому снижение процента успеха отчасти объясняется тем, что не всегда клетка после разморозки сохраняет исходно хорошее качество. И это еще раз повторяю, не причина в эмбриологии, не причина в том, что эмбриолог не может нормально заморозить ни в коем случае. Причина в самой яйцеклетке. Клетка ООЦИТ – это самая большая клетка в организме женщины. Самая большая вообще из всех яйцеклеток. Если вы возьмете клетки сердца, почек, печени, глаз, волос, кожи – это самая большая клетка. Мало того, в этой клетке цитоплазматический компонент, вот этот жидкий внутренний компонент, он очень большой и очень много органелл. Потому что клетка, как исходный материал, она несет огромное количество материала, чтобы дать первый толчок делению. Я объясняла как-то в эфирах, что яйцеклетка, она все в себе хранит. Ей нужно и энергию, и биохимию хранить, и генетику дать. В общем, она собирает в себе все. Но сперматозоид, он несет только генетический материал и специальные вещества для оплодотворения, ферменты. Но если бы сперматозоид был большой, он бы не добежал до яйцеклетки. Поэтому здесь дело в том, что у него тоже своя функция есть. Это знаете, как машину облегчают, когда машина гоночная, ей нужно ехать со скоростью 350-400 км в час. 350 км в час. Невозможно, чтобы машина была тяжелая. Она не поедет никогда такой скоростью. Вот происходит ее облегчение. Они максимально облегчают корпус, двигатель и все остальное. Вот со сперматозоидом произошло то же самое. Клетка облегчилась. Она стала маленькая, быстрая, юркая, и она добегает до яйцеклетки. А ооцид, он огромный, он неподвижный, он грузный, но она все в себе несет. Она собирает в себе все питательные, все энергетические субстанции, чтобы дальше дать жизнь ребенку. То есть все-таки женщина, она изначально дает жизнь ребенку. Вот во всех смыслах слова. Она рожает, она вынашивает. И яйцеклетка дает первый пул деления, дает жизнь яйцеклетка. Сперматозоид дает генетический материал. Ни в коем случае я не обесцениваю роль мужчин в жизни женщины. Не поймите меня неправильно. Вот. Поэтому, когда мы посчитали, у нас ежегодно, я объясню, как мы посчитали. У нас ежегодно идут годовые отчеты. И ежегодно у нас идут конференции, на которых наши доктора докладывают. И какую-то определенную берут тему и раскладывают ее по полочкам. Так вот, на годовом отчете мы считали эффективность программ ЭКО с донорскими ооцитами в разрезе, когда мы брали донорские яйцеклетки свежие и донорские яйцеклетки замороженные. И мы увидели, что с замороженными яйцеклетками эффективность ниже, чем со свежими яйцеклетками. С замороженными она была около 45%, если я не ошибаюсь. Со свежими яйцеклетками она была на 57% до 60% доходила в некоторых программах. Поэтому это большой, на самом деле, разлет процентов. Это много. И если есть возможность использовать клетки свежие, я всегда пациентам говорю о том, что лучше найдите донора. Да, со свежими яйцеклетками программа немножко дороже выходит, да, это больше времени, да, это больше каких-то там организационных моментов, да, это где-то больше немножко проблем, но вы получаете больше клеток. Донор персональный, который дает вам яйцеклетки, это все клетки ваши. Значит, здесь хочу еще сделать один акцент, я о нем не сказала. Когда вы берете клетки в клинике из банка донорских яйцеклеток, вы клетки выкупаете по одной, вы платите за каждый ооцит отдельно. То есть, допустим, вы покупаете 5 ооцитов, вы платите за 5 яйцеклеток, покупаете 6, вы заплатите за 6 ооцитов. То есть, каждая клетка стоит определенную сумму денег. Когда вы берете персонального донора, там вы не покупаете клетки, вы как бы берете женщину и платите пациентке, то есть пациентке-донору за то, что она вам даст яйцеклетки. Поэтому все клетки, которые даст донор, неважно, это 5 клеток, 25 клеток или 38 клеток, все клетки будут ваши. Поэтому, когда вы берете донора персонального, выгодно, конечно, в двух основных моментах. Первое, это то, что клетки свежие. Второе, это то, что количество клеток всегда будет, ну, чаще всего больше, чем 5-6. То есть, я, допустим, не беру доноров, которые дают 5-6 клеток. Для меня это не донор. Я всегда говорю, поменяйте донора, ищите другого. Мне это не подходит. Единственное исключение является, когда это какая-то сестра родная, которая вот, ну, мы идем не потому, что мы ищем донора конкретно по яичникам, а мы ищем донора по родственным связям. То есть, такая ситуация бывает, что пациентка приводит к сестрой и говорит, вот, будет только она и никто другой. И мы работаем с тем резервом, который имеем. Иногда этот резерв низкий. В целом, на самом деле, всегда кажется, что это все так как-то сложно, страшно и долго. На самом деле, нет. Это ни долго, ни страшно. Это достаточно быстро проходит. И я всегда говорю, главное дать направление врачу и сказать, что вы конкретно хотите. Вообще, золотое правило в успешном сотрудничестве пациента и доктора, это когда пациент четко формирует свои запросы. Как он говорит, я хочу вот это, я хочу донора или там, я хочу свои клетки. Или я хочу, допустим, такую программу и говорю, мне нужно сделать генетическое исследование эмбрионов, ПГД. Или еще что-то. Когда вы даете четкий запрос, тогда врач понимает, в каком направлении ему двигаться. Если вы не понимаете, что вам нужно, то есть, бывает, пациент приходит, он говорит, я не очень понимаю, куда мне двигаться. Тогда доктор, исходя из собственного опыта и рекомендаций международных, говорит, вам подходит более вот эта программа, то есть, вам нужно сделать вот эту программу. И если пациент соглашается и говорит, да, хорошо, я все понял, мы так и будем делать, то мы идем вместе и проводим донорскую программу. Я просто к примеру приведу, к чему я веду вообще в целом, то не очень понятно, о чем я сейчас сказала. Иногда приходят пациенты, допустим, пациентке 44-45 лет, да, есть какой-то резерв яичников, он минимальный, но он есть. Мы пациентке говорим, к сожалению, в этом возрасте эффективность программы ЭКО равняется 1%. То есть вы, скорее всего, к сожалению, скорее всего, вы не забеременеете, чем забеременеете. Крайне мало шансов. Давайте возьмем донора. Пациенты некоторые говорят, все, я все поняла, мне все понятно, хорошо, доктор, поехали искать донора. Мы ищем донора, делаем программу, и поверьте мне, в течение 2-3 месяцев эти пациентки уже беременны. Бывает другая группа пациентов, которые приходят и говорят, на донора я не согласна, я буду делать такую программу со своими оцитами, я очень хочу попробовать, давайте пробовать, давайте пробовать. В этом случае доктор говорит, если... Ну, то есть слово пациента все равно закон. Как вы скажете, так докторы будут работать. Единственным исключением является, когда работать с собственными клетками бывает невозможно. Это женщины, которые приходят в глубоком предклимаксе, либо климаксе, когда ФСГ очень высокий, а МГ очень низкий. Там доктор говорит, что технически сделать невозможно, взять клетки невозможно, ввиду их отсутствия. Вот и все. Поэтому и бывает ситуация, когда пациент начинает метаться, когда он говорит, ой, нет, подождите, я собственные клетки буду брать, хорошо. Потом не получается программа, естественно, да, собственными клетками. Она говорит, а что мне делать дальше? Мы говорим, давайте донора возьмем. Она говорит, нет, я собственные буду брать, хорошо. Вторая программа, опять не получается. Она опять прибегает, у нее еще больше стресс, депрессия. Что мне делать? Я говорю, давайте возьмем донора. Нет, я не согласна на донора, давайте. И, короче, вот эта история, она начинает замыкаться, понимаете? В итоге чаще всего либо пациент портится отношение с врачом, у меня были не раз такие ситуации, пациенты уходили обиженные лично на меня, то есть я как бы в итоге виновата, что им 45, и у них клеток нету. И были вплоть до обит и жалоб на меня, что, значит, это я в итоге во всем виновата. Но это смешно, конечно, это такая инфантильная позиция женщины, которая, наверное, поэтому до 45, к сожалению, не забеременела ни разу. Вот. И либо пациент уходит, либо, слава богу, это тоже часто происходит, пациентка приходит в себя и говорит, все, понятно, я поняла, берем донора. Вот о чем я говорю. Поэтому, когда вы начинаете метаться и говорить, что я не знаю, что я хочу, но сделайте так, чтобы я забеременела еще собственными яйцеклетками, а это, допустим, технически невозможно сделать, или это маловероятно, вот в этом случае врачу работать очень сложно. Поэтому, когда вы приходите на приемы, и когда вы советуетесь с врачом, пожалуйста, слушайте доктора, что он вам говорит. Доктор говорит не потому, что ему так удобно, или он так хотел бы с вами, он говорит так, как сделать нужно, потому что эффективность программы ЭКО врач оценивает с точки зрения статистики, а вы оцениваете с точки зрения собственных эмоций и желаний. Я понимаю, что есть определенные моменты, когда надо пойти на уступки и врачу, и пациенту, но в целом, если ситуация какая-то повторяется неоднократно без успешности программы ЭКО, иногда надо поменять тактику действия, перейти к донации у оциков. Значит, я завершаю эфир. Если какие-то вопросы остались, на которые я не ответила, вы мне задавайте, пожалуйста, в комментариях, и я вам обязательно на эти вопросы отвечу. Но в целом, основные моменты, которые необходимо вам знать, вот перед тем, как прийти на прием к врачу, или, допустим, вы были на приеме, вам сказали, что нужны донорские яйцеклетки, а вы ничего не поняли вообще, что вам нужно делать дальше, то в целом вот этого эфира достаточно. Все остальные какие-то тонкие моменты, как организовать, какие анализы сдавать, как привести донора, а что вы смотрите, это решается на приеме в целом, да, то есть это, конечно, эфир этого не расскажет. Поэтому я думаю, что все основные моменты, которые были мне необходимы, я вам рассказала. Ну и пишите в комментариях, если вопросы будут, будем разбираться вместе.